Путин и Великий Лидер Которая не на словах поднимет Россию с колен и сделает ее самой великой страной в мире А самое главное, выведет на новый путь все человечество Благодаря ему на всей планете начнется новая эра В процессе этой работы я также выяснил, что это далеко не мнение только одного Ивана Ефремова А его придерживались практически все пророки, чьи пророчества действительно сбывались Что древние, что современные И о пророчествах Ванги, Мессинга и Нострадамуса об этом я уже успел рассказать Также я уже успел рассказать, что с позиции ноосферного мировоззрения, сторонником которого я являюсь Пророчество это вполне научное явление И современная наука все серьезнее начинает их изучать Существует методика, которая в современной науке называется гипнотическая прогрессия Которая позволяет делать пророчества Детально обо всем этом я уже рассказал в подборке белых задников Ссылка будет под роликом Но в ходе этой работы я также выяснил еще одну, не менее важную вещь Многие пророчества сегодня уже стали предметом ожесточенных политических противоречий И по всему это только начало Впрочем, здесь нечем удивляться С позиции так называемого научного коммунизма Который не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму Но тем не менее продолжает исповедоваться КПРФ Никакие пророчества невозможны вообще Это уже научно Но ошибается тот, кто думает, что что-то в лучшую сторону изменила православная доктрина Которая сегодня якобы поголовно исповедуется всей номенклатурой Которая вчера еще поголовно якобы исповедовала научный коммунизм Пожалуй, подход православия к пророчествам еще более отвратителен и более лицемерен Научный коммунизм хотя бы тупо утверждал, что никакие пророчества невозможны вообще Подход же РПЦ к этой проблеме куда более отталкивающий В православии есть так называемая концепция прелести Которую правильнее было бы назвать концепцией прельщения демонами Вернее в православной терминологии бесами Самой, пожалуй, авторитетной богословской работой об этом Является работа епископа Игнатия Его фамилия в миру Брянчанинов Работа называется «О прелести» Кстати, понятие «прелесть» намного шире, чем понятие «пророчество» И в принципе оно позволяет объявить прельщенным кого угодно И я очень надеюсь, что у нас однажды, по примеру Западной Европы Не дойдет до сжигания прельщенных и так далее на кострах Но, должен сказать, я в этом уже не уверен Развитие нашей страны, увы, сегодня явно идет неправильным путем Будем надеяться, что пока Епископ Игнатий жил в XIX веке А в 1988 году, еще в Советском Союзе Он на поместном соборе прославлен РПЦ в лике святителей Вот, кстати, как он выглядел С позиции РПЦ пророчества бывают разные Бывают пророчества, идущие от Бога Кстати, самого Брянчанинова РПЦ тоже считает пророком И его пророчества, понятно В толковании РПЦ идут от Бога И, кстати, у Брянчанинова тоже есть пророчества Как раз по нашей с вами теме По приходу белого всадника И добавлю, РПЦ очень не рада тому, что скоро придет белый всадник Напоминаю, Иван Ефремов белым всадником назвал нового великого лидера Который придет на смену Путина Добавлю, более того, РПЦ от перспективы прихода белого всадника Просто в ужасе Но об этом, надеюсь, мы детально поговорим в свое время Но вернемся, собственно, к теме пророчества С позиции концепции прелести Бывают также лже-пророчества Идущие от бесов В порядке прельщения Они якобы направлены на подрыв православной веры И вначале бесы внушают прельщенным пророчества Которые действительно сбываются Для придания достоверности Но и понятно, тут неизбежно возникает вопрос Как отличить пророчества, идущие от Бога От пророчеств от бесов Есть ли объективные критерии РПЦ утверждает, что такое по плечу Только подготовленным священнослужителям Но вот ответ на вопрос За много лет изучения этой темы А есть ли объективные критерии Мне так найти не удалось По сути, подход РПЦ позволяет объявить прелестью Любые пророчества, которые не отвечают Ее интересам и интересам номенклатуры Ну и соответственно пророчествами от Бога Все пророчества, которые отвечают интересам РПЦ и интересам номенклатуры Почему я и сказал, что подход православия к этой теме Куда более отталкивающий, чем подход научного коммунизма Этот подход как раз очень хорошо виден На примере великой болгарской прорицательницы Ванги Напоминаю, вот как Ванга выглядела А также напоминаю, что она, как и Иван Нефремов предсказывал Что в середине или во второй половине 20-х годов 21-го века В России появится новый великий лидер Который создаст разумно и справедливо устроенное общество Не только в России, а и во всем мире И сделает он это благодаря новой идеологии Я уже детально рассказал, что это за идеология Кто еще не в курсе, отсылаю к подборке Беловсадник И дал также видеофрагмент об этом пророчестве Ванги Но здесь я его повторю Вот он Пророчество Ванги Ванга предсказывала о разных вещах Про Россию она сказала еще в 96-м году Она говорила, что в России объявится человек Он принесет новое учение, но это учение древнее Вследствие этого все остальные религии исчезнут с лица земли А новая религия будет рассказывать о порядке и мире Россия вернется к социализму, но в новой реформе Он будет основан на исключительно духовных и природных законах Никто не оставит нашу державу И даже в 30-х годах нынешнего века Америка признает всю силу и мощь нашей страны Наша страна же со временем станет единственной на всей планете А название ей будет Русь Изменится практически весь уклад жизни населения Люди научатся жить в мире, а конфликтов будет крайне мало Несмотря на то, что Ванга не жила в России Она все равно увидела, что через время наша Родина использует весь свой потенциал И произойдет это совсем скоро Ну и теперь, думаю, будет в тему дать еще один видеофрагмент Что думает о Ванге Русская Православная Церковь? Он из ролика священника-блогер Владислава Берегового Добавлю, РПЦ считает Вангу даже непрельщенной А она считает ее слугой сатаны Не больше и не меньше О чем Береговой говорит открытым текстом И еще добавлю, что РПЦ считает Вангу типичной бесноватой То есть одержимой бесами и служащей бесам Вот фрагмент Батюшка, верит ли предсказаниям Ванги? Нет, вы что, это слуга сатаны Я удивляюсь, как на нашем телевидении ее популяризировали Ну и до этого она была популярная Да, я понимаю, что для Болгарии это национальное достояние Дело ее живет Но все, что она говорила Все спокойно могли и делали И предсказывали бесы Когда митрополит Волгарский приехал к ней навестить умирающую Она требовала, чтобы он снял с себя мешочек Коробочку, в которой находился частичка чистого желтворяющего креста Хотя он еще за километры там был То есть убери это, не входи с этим То есть она чувствовала благодать И идет от нее коробило По делам их узнаете их Поэтому не верьте, не смотрите, не слушайте Бегите от этих пророчеств Пророчества от предсказаний отличаются кардинально Я уже не раз говорил Что ноосферное мировоззрение, сторонником которого я являюсь Богоборческое И уже не раз пояснял, что такое богоборчество Но повторюсь, поскольку значение этого слова У нас в стране знают только специалисты Оно исходит из того, что Господь Бог, если Он существует И близко никакой не Бог А Он обманщик и законченный подонок С властью которого нужно бороться Поэтому оно и богоборческое И в этом нет абсолютно ничего нового Богоборческие религии существовали всегда И существуют по сей день Самой известной современной богоборческой религией Является агностицизм Но у нас в стране об этом всегда молчали, как рыба об лед Думаю, понятно почему С позиции ноосферного мировоззрения бороться с властью еврейского бога Нужно прежде всего потому, что Он обрек все живое в нашем мире На вечное чудовищное страдание В романе «Лезвие и бритвы» Иван Ефремов выразил эту мысль так Получить лучшее, создать совершенство Природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых То есть через страдание Наращив его по мере усложнения и усовершенствования живых существ Это первичный изначальный принцип всей природно-исторической эволюции И он изначально порочен Поэтому понятие о первородном грехе Издревле обрушенное на женщину Должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни И если бы был создатель всего сущего Тогда это его грех И по мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания А не увеличении его Какая бы цель не ставилась Потому что все цели ничто Перед миллиардом лет страдания Иван Ефремов назвал это положение инферно Другой великий современный писатель Джон Толкиен Назвал это искажение Но, увы, литературоведы Не говоря уже об обычных людях Сегодня пока не понимают О чем действительно творчество Ивана Ефремова и Джона Толкиена Впрочем, понимание уже начинает приходить Я детально раскрыл связь Между произведениями Ефремова И произведениями Толкиена В своем втором художественном произведении Большой в повести Орин Вот ее обложка Ссылки, где ее можно приобрести, будут под роликом Также нужно добавить, что эту тему неплохо развели ученики Ивана Ефремова Братья Стругацкие Более того, перестроечные годы Они успели открыто заявить Что из всех мировоззрений Выработанных человечеством Им ближе всего гностицизм Их последним Большим совместным произведением Стала большая и откровенно гностическая повесть Отягощенная злом Или 40 лет спустя Они ее издали в 1988 году Но откровеннее всех Здесь был другой ученик Ивана Ефремова Олесь Бердник Его сегодня часто называют Украинский Ефремов Вот как он выглядел Первый свой большой роман об этом Он умудрился издать еще в Советском Союзе В 1971 году Роман называется Звездный корсар Есть мнение, что именно за этот роман А не за работу в украинской кельсинской группе Он и схлопотал 4 года тюрьмы И я, кстати, с этим мнением согласен И Сатана У Бердника его зовут Гориор И еврейский бог У Бердника его зовут Ариман Герой этого романа И Гориор у него там действительно корсар Точнее космический пират Ну, понятно, благородный пират И Звездный корсар, кстати Единственное советское художественное произведение Которое возвращает доброе имя сатане Последним изданным художественным произведением Олеся Бердника Стал роман Камертон Дашбога Он издал его в 1994 году Он продолжение Звездного корсара И еще детальнее раскрывает тему богоборчества Но нужно сказать, что даже у Олеся Бердника Есть пусть и небольшая, но все же тень на плетень И боюсь я пока первых Кто раскрывает ноосферное учение В толковании Роберта Бартини Открытым текстом Ну а о том, что говорили другие Зарекомендовавшиеся о пророке По приходе Белого Всадника И почему его с таким ужасом ждет РПЦ Мы, надеюсь, поговорим в следующих публикациях Надеюсь, их еще будет много Если понравилась публикация Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Делитесь публикацией в социальных сетях И на других ресурсах Смотрите другие мои ролики И читайте другие мои публикации Поддерживайте канал донатами Ссылка, по которой каналу можно будет оказать помощь Будет под роликом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok